Вместе с мужем Марина Мишуткина уже планирует новые постройки на своем участке. Землю в Качево получила как врач-терапевт местной поликлиники. В свое время она переехала сюда по программе «Земский доктор». Теперь решила окончательно остаться в селе. Все-таки три сына в семье подрастают. Мы планируем, чтобы хоть кто-то из сыновей остался в нашем родном селе. Также помогали нам в дальнейшем и родителями, и поднимали село Качево. С начала этого года в Прикаме действует новая мера поддержки. Учителей и врачей по инициативе губернатора Дмитрия Махунина они могут совершенно бесплатно получить земельный участок под строительство в населенных пунктах, где число жителей не превышает 10 тысяч человек. Построить дом можно согласно законодательству, а условий для участия в программе совсем немного. Гражданин имеет прописку на территории Пермского края, осуществляет трудовую деятельность на территории Пермского края по основному месту работы по трудовому договору, имеет непрерывный стаж в течение шести месяцев по основному месту работы и не имеет на праве собственности, либо ином владении земельного участка. На сегодняшний день земельные участки получили уже 11 семей в Березняковском, Нытвинском, Чердинском, Юсьвинском, Качевском, Юрлицком и Сивинских округах. Еще три семьи получат участки в Осинском округе. Главное условие после получения земельного участка – пять лет отработать на новом месте. Если по каким-либо причинам этого не получилось, деньги за землю придется вернуть. Выделение земли в первую очередь направлено на решение проблем кадрового дефицита на селе. При этом не отменяются ранее действующие меры поддержки. По программе «Земский учитель» выплаты за последнее время получили больше сотни педагогов. «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогли привлечь 150 медиков. А в целом в крае продолжает действовать мера поддержки в части выделения от 1 до 2 миллионов рублей медицинскому работнику на улучшение жилищных условий. Это позволяет, с нашей точки зрения, увеличивать приток специалистов в отрасль. Это специалисты, которые приезжают с других территорий. Для нас это очень важно и ценно. Сейчас решается вопрос о выделении дополнительных земельных участков для врачей и учителей на территории Горнозаводского, Осинского, Лысинского, Краснокамского, Кунгурского, Юсинского, Юрлинского округов. Все, что нужно специалисту, это обратиться в местную администрацию с трудовым договором на руках. Сергей Овчинников, Надежда Климова, Алексей Быков, Александр Хробыстов. Вести. Перм.